Смонтированы две перегородки, обшита стена и подвешенный рельефный потолок. С таким видимым результатом журналисты краевых СМИ подошли к своей четвертой практике. Сегодня им предстоит завершить конструкцию, заделать швы, нанести фактурную штукатурку. А для этого, говорит мастер Вадим Николаевич, нужно правильно взять шпатель в руки. Буквально два шва заделайте или полстены там шпакленете, все, кисть очень сильно устает. А так вы распределяете нагрузку на все предплечье. Когда техника поставлена, дело спорится. Телевизионный корреспондент Николай Потешкин ловко заполняет раствором и армирующей лентой один шов за другим. Признается, что интерес к новой профессии появился, когда возникло желание самостоятельно сделать ремонт в квартире. И еще по одной причине. Это полезно еще не только потому, что ты сам сможешь что-то дома сделать, а потому, что ты сможешь какие-то материалы написать более интересно. Нам приходится узнавать, чем занимаются другие люди, для того, чтобы это понятно, доступно, коротко, емко, красочно рассказать. Если ты будешь знать не верхи профессии, если ты будешь немножко глубже их познавать, то тогда ты будешь и понятнее, и интереснее для других, для зрителей рассказывать про это. У профессии мастер сухого строительства считают в колледже большое будущее. Ведь гипсокартонные конструкции все чаще встречаются на стройках. А конкурс среди абитуриентов на эту специальность доходит до трех человек на место. Мастеровитый выпускник, уверены здесь, точно не затеряется на рынке труда. Работодатели с студентами сталкиваются на отборочных конкурсах, на мастер-классах, на выставках, на всех уже заранее присматривают себе работников. Насколько представители СМИ готовы составить конкуренцию настоящим строителям, ответы они сами, а также их читатели, зрители и слушатели узнают совсем скоро. На конец мая назначен квалификационный экзамен. Алексей Янкин, Алексей Фризин. Наши новости.